Друзья, всем привет! С вами дядя Вася и сегодня мы с вами поговорим об аквариумных растениях для начинающих аквариумистов. Итак, растения у нас разделяются на плавающие вверху, плавающие в середине в толще воды и укореняющиеся в грунте. Итак, первые, это самые такие простые, которые плавают на поверхности воды, которые бы я советовал новичкам на чем тренироваться, так сказать. Это пряска, это ричия. Эти растения довольно-таки неприхотливые и постепенно они разрастаются. Смотрите, в чем есть особенность этих растений. Так как они нетребовательны, то они и разрастаются быстро. То есть их все равно, как и любые растения, их надо периодически сортировать, делать уборочку, то есть чтобы не закрыло полностью поверхность воды, иначе потом свет не будет поступать дальше для других растений. Далее растения, которые плавают в толще воды. Естественно, это наш роголисник, это наш анубиас, это элогея, наяс. То есть все эти такие нетребовательные тоже растения, которые подойдут любому новичку, на чем можно как раз и потренироваться. Иначе потом как к сложному переходить. Также есть еще мох яванский, который креветочки очень любят. Далее поговорим о растениях, которые укореняются в грунте. Это, конечно, всем известные. Валиснерия, криптокорина, эхинодорус, гиграфила, стрелолист. Это довольно-таки вообще нетребовательные растения. Еще можно сюда лимонник добавить. Ну, там уже у него есть, конечно, сложности небольшие по воде. Его еще любят постоянно подъедать. Вот, пожалуй, такой небольшой наборчик растений, которые можно купить начинающему аквариумисту и тренироваться. Вот, учиться на этом, смотреть, пробовать, как растет растение, тянется ли оно вверх или вширь. Смотреть на листочки, желтеют они, дырочку появляются. То есть, на вот таких растениях можно потренироваться и вдруг чего? Спасти растение. Потому что, когда уже вы будете приобретать растения, которые уже требуют, например, СО2, ну, это углекислый газ, подачу его в аквариум, либо уже какие-то питательные смеси, либо удобрения, которые можно вносить так в воду, либо под корень растения подкладывается. Вообще, я бы вам рекомендовал, когда вы уже оттренируетесь на более простых растениях, если вы действительно хотите какие-то там травы не к себе, знаете, такой, чтобы там все в строличке было, там немножко рыбок, то прежде чем приобретать растение у какого-либо человека, вы подошли, у него бы спросили, в каких условиях содержалось растение. То есть, какое количество света оно потреблялось, какие показатели воды были, какие удобрения вносились. Ну, естественно, там уже наверняка подача СО2 была, если уже более такие требовательные растения. То есть, и вы уже смотрите на те параметры воды, которые у вас в аквариуме, на то количество света. И питательных веществ, которые вы вносите. И вы думаете, ага, вот, да, это растение подходит под, получается, мой аквариум. И его можно будет не приобрести. Потому что, если растение содержалось в совсем других условиях, и вы его приносите домой, оно начинает часто. Ну, не будете же вы ради одного растения менять все параметры воды, разное количество света менять всего лишь из одного. Да, если оно там какое-то супер-мега-классное растение, и вот именно вы им хотите заниматься, тогда возможно. Ну, а так, по большой части, ну, нелогично становится, то есть, из одного растения менять все. Поэтому узнавайте перед покупкой у продавца, в каких условиях содержалось, сравнивайте со своими, и тогда уже решайте, подходит оно вам или нет. Когда, знаете, параметры там еще не сильно отклоняются, то такое растение может содержаться у вас. Но если растение содержалось в совсем других параметрах воды с другим количеством света, то тогда не стоит приобретать его, потому что, ну, намучаетесь вы с ним. Потому что оно будет требовать одного, вы будете вносить это удобрение, например, то, что оно требует, будут чахнуть другие, либо будут появляться водоросли. Зачем оно вам? И вот, пожалуй, друзья, мы осветили, пожалуй, все такие важные моменты для начинающих аквариумистов, которые связаны с растениями. Перечислили растения, какие для новичка будут легкие содержания. Также, если я что-то где-то упустил, какие-то там растения, вы можете дополнить это в описании под видео, для того, чтобы и другие такие же начинающие аквариумисты могли посмотреть и приобрести себе данное растение. Возможно, просто кому-то не понравится набор этих растений, которые я назвал. Возможно, кому-то больше нравятся какие-то другие. Поэтому не стесняемся, если есть кому-то добавить к моему видео, конечно же, оставляем свои комменты, не забываем также поставить лайки. Кто не подписался, обязательно подписаться на канал. И, конечно же, делимся этим видео в соцсетях, для того, чтобы и другие люди могли посмотреть и узнать о тех растениях, которые стоит приобретать новичку, дабы не тратить деньги на какие-то изощренные растения, а потом сожалеть об этом. В общем, здоровых вам рыбок, хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.